Южно-Городского управления внутренних дел и образной прокуратуры закрыли помещение, да, представили определение Суворовского суда о проведении обыска. Мотивировали это тем, что в июле 2015 года к ним обратился депутат областного совета Нанусов о том, что в 2014 году в феврале Дельта-Вильмар вела в эксплуатацию комплекс по производству масел и не перечислил в бюджет деньги на боевое участие в развитии социальной и транспортной инфраструктуры. При этом они указали, что они к нам обращались с запросом, предоставить необходимые документы, которые суд потом постановил ИЗЕС, обращались к нам в июле и в октябре этого года. Мы подняли июльский их запрос, вообще к нам приходил. Что касается октябрьского запроса, то он вообще касается совсем другой, вообще не касается Дельта-Вилмар, он касается ушей жустранса, там проведение ремонта, он к этому никакого отношения не имеет. Дальше, когда мы подняли документы, акт комиссии, мы написали, мы написали в акте комиссии, там написано, что выявлено нарушение на 6 миллионов, они не перечислили. Мы им указали дальше, что в этом, в другом месте этого же акта написано, что вот эти нарушения на 6 миллионов чем-то устранены в ходе проверки. То есть Дельта-Вилмар перечислил. Более того, вот эти вот, Дельта-Вилмар по нашему требованию, когда мы выяснили, что они будут в эксплуатацию, что они строят, мы им претензию направили, они сами даже потом, и заплатили вот это, до проверки они заплатили. И в принципе даже финансовая инспекция не имела права писать, не имела права писать, что устранены в ходе нарушения. Потому что оно до нарушения, в этот день, когда началась проверка, уже 18 марта этого же года перечислила деньги Дельта-Вилмар. До проверки? До проверки, получается. Они потом об этом узнали, но чтобы показать, что они провели какую-то работу, и у нас как бы это тоже, ну, хотят показать, типа хотят, и как бы согласились на это, что действительно, что там такое. Но вот это все, не было никакого состава правонарушения, я не говорю преступления, вообще нет никакого состава правонарушения. Более того, это показывает, что мы настояли, мы выполнили свое, и они заплатили в бюджет эти 6 с чем-то миллионов. А то, что вот такое, то мы, если есть, приходят запросы правоохранительных органов, и написано, что возбуждено уголовное дело, мы обязаны дать документы, мы даем. Хотя это очень тоже обременительно, потому что они истребуют там все подряд, но тем не менее закон есть закон, и мы все постоянно даем документы. А эти документы у нас вообще не истребовали никто. Если бы истребовали, мы бы их дали, и вообще еще до этого сняли этот вопрос, показали бы, что тут вообще нет состава никакого нарушения. Получается, что, я не знаю, получается, что тут перед выборами вот это все поднимается как-то такое-то все. Я не знаю, замешаны в этом прохранительном уровне, не замешаны, у меня нету, я не могу сказать. Но факты и то, что там, допустим, телевидение Южненска Хвиля уже стоят, и вот такое все, и то, что ажиотаж. Я говорю, что это напоминает тот известный анекдот, когда принимают, исключали из члена партии, сказали, что у него дочка гулящая. Его исключили, а потом он подходит, говорит, слушай, у меня же вообще дочки нет. А он говорит, а ты попробуй всем потом объясни, что у тебя дочки нет. Так и в этом случае. Само по составу, по конкретно, я не знаю, может, у них что-то еще другое есть. Но то, что конкретно я читал своими глазами, тут у нас нету вообще, не то, что я, преступления или что-то, нету вообще правонарушения и близко даже намека. Более того, это указывает, что мы выполнили свои должностные обязанности. Скажите, обыски проводятся? Обыски проводятся, при том проводятся и в УКСе, и в этом, и требуется, мне позвонил начальник УКСа, что он им сказал. Там в определении суда написано, что документы, которые касаются Дельта-Вильмар и другие документы. Но, как я понимаю, только что касается взаимоотношений Южненского городского совета и Дельта-Вильмар. Но получается, что изымают все другие документы. И когда заместитель начальника капитального строительства, начальника отдела капитального строительства Губка, говорит, что его вообще отравили и там проводят, берут все потратить. То есть его выгнали из кабинета? Да, вы тоже, вам это тоже известно. Да, мы взяли в интервью, его выгнали из кабинета и проводят взаимоотношения. И мы показали, что в акте КРУ написано, что вот эти письма мы показали, оригиналы письма, что это вообще к нам не поступало по такому. А второе письмо, которое касается, они написали, что... Более того, у нас не то, что есть ответ на него, есть отметка о том, что оно получено в городском отделе внутреннего дела. Так, Сергей Николаевич? Есть отметка, что оно получено. Какого часа оно получено? 13-го к тебе. А это отделение суда было 16-го. А вот их не запрос, оригинал. По Дельта-Вильмару вообще ни слова нет. Это, во-первых, вообще не касается Дельта-Вильмара, это касается совсем других субъектов. А скажите, а в каких кабинетах обыск проходят, есть ли понятые там? Понятые есть, в кабинетах обыск... Ну, мы там даже не то, что обыск нам попросили, мы даем все документы, которые просят, и тут все отделы. Хотя я по этому делу, по смыслу определения, должны только изымать документы, которые касаются конкретно правоотношений Южнского городского совета и Дельта-Вильмар по оплате боевого участия. Но почему-то берут совсем другие документы еще, по имеющей информации сотрудников. Скажите, в каких управлениях проводится обыск? Во всех. Во всех. Давайте перечислим. Я не могу сказать, я точно не могу сказать, а я не люблю обманывать, потому что обманешь раз, второй раз, надо будет обманывать, не поверить. А сколько вам сказали, сколько это будет длиться? Никто нам этого не говорил, и в принципе, они тоже не могут говорить, но когда зашли сотрудники правоотношений Южнского городского совета, закрыли и никого не выпускали до обеда, сейчас на обед выпустили. Хотя мы объяснили, показали, что, во-первых, в акте самом написано, что устранено. Так более того, кроме того, что устранено, вообще его не было этого нарушения, потому что мы Дельта-Вильмар перечислили деньги до проверки крови. Перечислили деньги, не говоря уже о договоре, там, по его участию и всего остального. И письма, мы вообще, чтобы нам дали письма, да, у нас бывают такие, когда нам правоохранительные органы просят какую-то информацию, но не ссылаются на возбужденное уголовное дело. А по закону о милиции, проциальным документам, они имеют право истребовать только в рамках возбужденного уголовного дела. Мы тогда просим или отказываемся, но если есть ссылка на возбужденное уголовное дело, мы всегда предоставляем копии документов. Хотя иногда бывает, что это несколько томов, переписки вот этих всех документов. Вы как юрист можете сказать, чем это чревато, какие последствия могут быть? А какие тут последствия? Я тут и конкретно по вот этому, по Дельта-Вильмар это не стоит и выдвинувается. Тут не то, что нарушение, тут надо действительно показывать, что должностные лица органов местного самоуправления и югородского совета выполнены надлежащим образом свои обязанности. И Дельта-Вильмар, как добросовестный протирщик, тоже его надо похвалить, что он тоже перечислил вот эти деньги. Это 6 миллионов чем-то, которые он перечислил. Если бы не перечислил, тогда бы да, это было бы какое-то нарушение. Но он перечислил эти деньги. Какие тут могут быть последствия? Последствия могут быть только одни, что сейчас поднимут, что вот в Южном пойдет бегущая строка, что выявлено очищение, неуплата на 6 миллионов чем-то. Пойдет, а потом после выборов это уже никому не станет интересно. А на избирателе вот такое, что вот там мэрии вообще воры там украли 6 миллионов из бюджета. Вот это может быть, вот это может быть чревато политически. Уголовно, конкретно, что касается данного дела, я не вижу тут не то, что еще раз я говорю состава преступления, признаков. Я не вижу признаков правонарушения как такового. Скажите, а городская голова в курсе, что происходит сейчас? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Но он в отпуске находится, да? Официально Южнская городская голова, Новатский Владимир Градьевич в отпуске. Хорошо, а сотрудники правоохранительных органов, как они себя живут? Корректно, по хамсту? Корректно, ну сначала было вот это все, что все по кабинетам такое. В принципе, корректно вот такое все. Ну то, что мы представляем и то, что у нас иногда какие-то эмоциональные, когда вот такое все. Ну так, к ним претензии такое, чтобы такого нет. Конфликтов? Конкретно по отношению ко мне я не заметил. Конфликтов как такое. Что вы переживаете? Я говорю, понимаете, вы оторвали от работы вот такое. Вы это сделали перед выбором. Хотите вы этого или не хотите, да. Они говорят, мы тут в политике не замешаны. В чем? Я говорю, мы верим вам. Да, действительно, вы в политике не замешаны. Но получается так, что ваши действия будут использованы оппонентами или другими силами и потом... А то, что действия останавливают работу всего и всей исполнительной власти, как можно это разобрать? У нас тут ряд граждан должны были зайти, у нас были на прием, у нас такое-то, но мы не можем их принять. Работа бухгалтерии остановлена? Ну, бухгалтерии я не знаю, но вообще все должны были заниматься вот этим. В основном, там, то есть, что такое-то, должны были этим заниматься, но граждане пропустили. У нас там и по другим, там, на прием граждан должны были прийти и решить ряд своих вопросов, которые не смогли этого сделать. То есть работа на сегодняшний день всего исполкома парализована? Ну, я не могу давать оценки, я не могу вот это... Я могу сказать факт, что проверяли, что отнимают рабочее время, что вот это, вместо того, чтобы заниматься, вынуждены ксерить, искать эти документы, показывать, доказывать, вот такое все. А во сколько они пришли? А? Во сколько пришли? Ой, я где-то не скажу. Где-то, в начале 11-го, вот так где-то было примерно, То, что вот такое-то. Есть еще что-то сказать? Нет, что можно сказать.